Привет, друзья! Сегодня я приготовил для вас две интересных самоделки, которые, я надеюсь, вам пригодятся. Ну что, поехали! Для изготовления этого приспособления мне понадобится деревянная заготовка определенной формы. Продолжение следует... Вот что вышло. Теперь я возьму вот такие магниты и избавлюсь предварительно от пластмассовой части. На край я закреплю неодимовый магнит. Теперь клеим с боковой стороны магниты. Очень удобно забивать гвозди по несколько штук одновременно. Для саморезов, конечно, такие магниты слабоватые. Лучше использовать неодимовые магниты. Также удобно доставать мелкие детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая штука поможет вам скручивать гвозди и забивать саморезы. Да, кстати, для поиска мелких железных вещей тоже сгодится. Для моей самоделки мне понадобится три шпильки. Четверка, шестерка и восьмерка. Вместо шестой и восьмой шпильки можно использовать длинные болты, отпилив предварительно у них головку. Для начала займемся шестой шпилькой. Нам понадобится кусок в 11 сантиметров. И теперь заточим на конус одну сторону. И теперь берем восьмую шпильку и отпиливаем кусок в 5,5 сантиметров. И теперь берем восьмую шпильку и отпиливаем кусок в 5,5 сантиметров. С одной стороны снимаем фаску, а другую сторону сантиметра 3. Чуть-чуть сделаем потоньше. Выж ACReling Гiben dism hättenます к joking. С machineryuänметра 3,5 сантиметра 5,9 сантиметра 3,5 сантиметра 5, hareятия, лацих и паствор в 6,5 см. Теперь займемся изготовлением деревянных ручек. Покроем их лаком и отложим их в сторону, пока они сохнут. Изготовим деревянное основание нашего инструмента. Сделаем сквозное отверстие под подшипник. А боковое отверстие под длинную гайку. Придадим заготовке необходимую форму. И так же покроем ее лаком. Берем удлиненную гайку на 8. И примерно на три четверти расстояния от края делаем сквозное отверстие под четвертую шпильку. Делаем еще одно отверстие. Но на этот раз не сквозное и накручиваем резьбу. Берем две заглушки на три четверти и придаем им ювелирный вид. Продолжение следует... Продолжение следует... В первой заглушке делаем отверстие под шестой болт. А во второй под восьмой. Оно пришло ко мне. Моя собственность. Моя любовь. Моя... Моя прелесть. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон» Собираем ручки. Этот клей секунда в натуре очень быстро затвердевает. В подсохшую нашу заготовку вставляем удлиненную четвертую гайку. Подшипник с деревянной заготовкой я скрепил тоже клеем. Субтитры подогнал «Симон» Ну и вы догадались, что это циркуль, позволяющий чертить окружности на различных материалах. Легким движением ручки она надежно фиксируется на шпильке. Кстати, можно работать со шпильками разной длины, что обеспечивает удобство. И согласитесь, для изготовления такого циркуля не нужно какого-то особого инструмента. В принципе, можно обойтись одной дрелью. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья! Здоровья вам и вашим близким! Субтитры подогнал «Симон»!